Итак, все это началось 3 января 2009 года с одновременного размещения статьи и программного обеспечения в интернете неизвестным автором под именем Сатоши Накамото. В них излагалась идея и практическое воплощение денежной системы по сути цифровой валюты, но с некоторыми уникальными свойствами, которые ранее никогда не встречались. Система, которая децентрализована, а значит ее никто не контролирует. Система, которая обладает некоторыми математическими свойствами. Благодаря ей становится возможным явление, называемое цифровым дефицитом, и это означает, что у вас может быть что-то одновременно цифровое и в то же время редкое. Что-то, что нельзя скопировать. Но это выглядит как противоречие, не так ли? Потому что когда мы думаем об информации в цифровом виде, ее основной характеристикой, как будто является то, что ее можно свободно копировать. Можно практически бесплатно создавать бесконечное количество копий. Но не в случае с биткоином. Нельзя создать бесконечное количество его копий. Их невозможно создавать бесплатно. И эта идея некой цифровой сущности, которая одновременно является дефицитной и не может быть скопирована, была уникальным и революционным изобретением. Раньше такого не было. Все это в соединении с P2P, децентрализованной сетью, которая позволяет участникам сети подтверждать все операции. То есть, если я совершаю транзакцию, то все, кто работает в системе программного обеспечения биткоин, будут проверять и подтверждать каждую деталь моей транзакции. И, наконец, эта открытая система, которая защищает и определяет последовательность транзакций, гарантирует, что никто не может потратить одну и ту же сумму дважды и решает фундаментальную проблему децентрализованных систем, известной как задача византийских генералов, целый класс проблем децентрализованных систем. По сути, все сводится к следующему вопросу. Откуда вам знать, если я отдал свои цифровые деньги одному продавцу, что мешает мне взять кусок той же цифровой информации, перейти улицу и отдать ее другому продавцу? До изобретения биткоина на это был только один подходящий ответ. Нужно записывать все транзакции в один центральный реестр, и этот центральный реестр, увидев первую транзакцию, заблокирует вторую. Это работает. Это эффективно. Это очень эффективно. Так работает виза. Если вы платите за что-то 10 долларов визы в одном магазине, заходите в другой магазин и покупаете что-то еще за 10 долларов, они будут следить за тем, чтобы на вашем счете было как минимум 20 долларов. Они следят, чтобы вы дважды не заплатили за одно и то же. Они следят, чтобы вы не потратили больше, чем у вас есть, или больше вашего кредитного лимита. Это здорово. Все это работает. Все это эффективно. Можно совершать сотни тысяч транзакций в секунду. Но есть одна маленькая проблема. И она заключается в том, что вы целиком доверились одной этой организации, одной этой компании. Вы не просто доверили одной этой компании все сделать как надо, просто потому, что они умеют это делать хорошо. Но с этим доверием они получили власть, огромную власть. В их власти не принять вашу транзакцию. Или, например, взять и не открыть вам счет. Сказать вам, что вы не можете принимать участие в экономической деятельности. В их власти потребовать, чтобы вы сначала предоставили удостоверение личности. Показали документы. Подтвердили свою кредитоспособность. Верно? И это то, что отличает эту систему от всех других денежных систем, которые у нас были раньше. Ведь я могу платить наличными, не показывая документы и не доказывая свою кредитоспособность. Без посредников. И не надо платить комиссию за операцию. Не нужно специального оборудования. Можно просто совершать транзакцию напрямую, от человека к человеку. Появляется сторонняя компания и появляется проблема. Допустим, у меня сейчас в заднем кармане лежит карта виза, и я хочу кому-то из вас дать 10 долларов. Кто из сидящих здесь может принять мою карту виза? Кто-нибудь? Может ли кто-нибудь принять мою карту виза? Дам 10 долларов на карту виза. Кто-нибудь? Не как юридическое лицо, а в вашем личном качестве. Кто-нибудь принимает визу здесь? Никто. Ни один человек. Потому что это уже не человек, который платит человеку. А человек, который платит компании, чтобы та платила другой компании, чтобы, может быть, заплатить человеку. Так? Биткоин — это система от человека к человеку. Нашей привычной финансовой схемой стала человек корпорации, корпорация другой корпорации, а та еще одной корпорации. И каждый берет себе небольшую часть. Каждый тем самым увеличивает свою власть в этой системе. Они извлекают из этого большую выгоду. Но что мы имеем в результате? Миллиарды людей, у которых нет доступа к банковской системе. Миллиарды людей, у которых никогда не будет банковского счета. У многих из них даже нет никакого удостоверения личности. Даже если бы у них было удостоверение личности, им не хватит образования, элементарной грамотности и навыков счета, чтобы зайти в банк. Или они выглядят как-то не так. Или они не из той расы, касты или религии. Они неприкасаемы. Они не могут зайти в банк. Их выгонит охранник, прежде чем они дойдут до сотрудника банка. Это то, что происходит во всем мире. И это прямой результат того, что мы централизовали наши деньги с помощью единого органа. Биткоин устроен иначе. Потому что, по сути, он позволяет нам использовать цифровые деньги как наличные. К концу этой лекции каждый из вас сможет принимать биткоины напрямую непосредственно с помощью приложения, установленного на его смартфоне. И тогда я смогу заплатить вам, вы сможете заплатить мне. Мы можем заниматься торговлей, локально, внутри нашего сообщества, без привлечения какой-либо третьей стороны, посредника, корпорации, которая имеет над нами власть. Без требования показать паспорт, без проверки кредитоспособности, без проверки на вашу состоятельность. Вообще, никакие проверки не требуются. Потому что необязательно быть человеком, чтобы пользоваться биткоином. Программа может пользоваться биткоином самостоятельно, без участия людей. Самостоятельная автономная программа. Так что в 2009 году это изобретение открыло совершенно новую эру. Это не что-то странное типа PayPal. Это не новая система платежей. Это изобретение, которое берет малопонятную область математики под названием криптография. То есть искусство шифрования текста с помощью математики. И эта малопонятная область математики затем применяется для установления доверия между участниками системы, не давая никому установить контроль над этой системой. Это уникальное свойство делает биткоин особенным. Если можно отправить деньги кому-то другому, не зная, кто это, без необходимости проверять, кто это, без необходимости доверять проверку третьей стороне, потому что система и заложенные в этой системе математические правила, гарантирует, что эти деньги, раз вы их получили настоящие, неподдельные, их можно будет тратить, как только поступит подтверждение в течение 10 минут. И вы сможете использовать их для совершения нового платежа. Вам не нужно знать человека, от которого вы их получили. В современных финансовых реалиях это кажется странным. Однако мы делаем это каждый день, используя кэш. Если я дам водителю такси купюру в 2000 рупий, я понимаю, что это слишком много, но, допустим, если я это сделаю, мне обязательно кому-то показывать свой паспорт? Кто-то должен обрабатывать эту транзакцию? Кому-то нужно заплатить комиссию за эту транзакцию? Нет. Наличные деньги являются ценностью сами по себе. Чтобы проверить, что они настоящие, максимум, что сделает получатель, это поднесет их к свету, найдет водяной знак и убедится, что это не подделка. Но он может сделать это сам. Ему не нужно будет звонить кому-то и спрашивать. Слушайте, у меня тут банкнота, серийный номер 1323532. Она настоящая? Тебе не нужен для этого кто-то третий или какое-то ведомство. Ты можешь собственными глазами убедиться, что эти деньги настоящие. Биткоин переводит это в цифровое измерение. Если ты получаешь транзакцию в биткоине, программное обеспечение, которое для этого используется, может независимо и авторитетно проверить ее реальность, ни у кого не спрашивая разрешения и не устраивая никому проверку. И в этот момент личность человека, который отправил тебе биткоин, не имеет значения, потому что ценность в нем самом. Тебе не нужно доверяться третьей стороне. Это революционно. Это революция, которую мы уже видели однажды, причем на памяти моего поколения. И это был интернет. Многие люди, которые выросли уже с интернетом, даже сегодня по-прежнему не понимают главную особенность интернета. Они смотрят на интернет и видят в нем еще один способ публикации, размещения контента. Но у нас были варианты публиковать информацию до интернета. У нас были цифровые медиа до интернета. У нас были способы распространения контента до интернета. Особенность интернета была в том, что он впервые сделал возможным свободный поток информации на глобальном уровне. Он сделал свободный поток информации по всей земле доступным для каждого, кто имеет техническую возможность подключиться к интернету. И лишь бы ты технически имел доступ к интернету, а ему будет все равно, кто ты, сколько тебе лет, являешься ли ты человеком или ботом, какой расы, религии, возраста ты или пола. Он дает тебе всю силу свободного потока информации без ограничений. Это магия интернета. Это преобразующая сила этой технологии. Свободный поток информации. И многих людей это ужасает. Мысль о том, что кто угодно может сказать что угодно, кто угодно может прочитать что угодно, может говорить о чем угодно, без контроля, без лицензии, без квалификации, без диплома, без сертификата, без удостоверения личности, без цензуры. Это ужасает. Для моего поколения и поколений будущего это не только свобода. Это нормальность. Так было всегда. И так должно быть. Что делать биткоин? Он впервые создает точно такие же условия для денег. Он запускает свободный поток денег и волну безграничного доверия по всему миру, для всех без исключения. Для всех, кто готов участвовать в этом, скачав приложение. Свободная циркуляция денег. Ценности. Свободная ассоциация, основанная на доверии. Вот про что это. Это не инвестиционный механизм. Это не платежная сеть. Это не что-то странное типа Пейпала. Это интернет, к которому добавили свободную циркуляцию денег, вдобавок к тем свободам, которые он уже дал нам. Я вам гарантирую, что многих эта идея ужасает. Мысль о том, что кто угодно может послать деньги кому угодно, без спроса, без разрешения, без контроля, без цензуры, без удостоверения личности. Это ужасает. Мое поколение считает, что это несет свободу. Поколения после моего считают это чем-то базовым. Они ничего не будут знать о мире, в котором нельзя отправить деньги кому угодно и кому угодно. О мире, в котором у денег есть часы работы с понедельника по пятницу с 9 до 5. О мире, в котором банковский счет — это привилегия, за который ты еще и платишь. За то, что другие люди хранят твои деньги. Мир, в котором некоторые направления закрыты. Мир, в котором, чтобы открыть банковский счет, тебе должно быть минимум 16 лет, что кажется какой-то дичью. Готовьтесь увидеть мир, в котором у шестилетних детей есть биткоин-счета и биткоин-кошельки. Я встречался с такими. Знаете, им нравится, что они теперь могут покупать что-то в интернете. Их родителям это покажется ужасным. А они будут считать это нормой. Через 10 лет после того, как они завели свой первый биткоин-кошелек, они придут в банк, потому что бабушка хочет перевезти им деньги со своего сберегательного счета. И ощущение от разговора с сотрудником банка у них будет примерно такое же, как если бы они разговаривали с капером 18 века. Чтобы открыть банковский счет, им нужно будет предоставить кучу документов и бумажек, потратив на это примерно час. У них появится ограниченный доступ за очень высокую плату по рабочим дням с понедельника по пятницу с 9 до 5 к счету, который привязан к одной валюте, из которого можно переводить деньги только в определенные организации и банки, большинство из которых являются корпорациями, счет, с которого нельзя отправлять деньги друзьям или покупать что-нибудь в интернете. Они посмотрят на все это и скажут, походу бабуля и дедуля того, совсем ку-ку, зачем все это? Этим невозможно пользоваться. Это почти как факс, который они просили меня отправить. Зачем это надо? Это уже случилось. Это произошло. И люди, которые боятся этой идеи, не понимают, что если это произошло, значит это произошло. Мы живем уже в новом мире. Есть два типа отношения к чему-то новому. Можно притвориться, что ничего не происходит, а можно принять это и адаптироваться под новый мир. Мы теперь живем в мире, где можно отправлять некую ценную сущность куда угодно, кому угодно, в любое время, без ограничений. Можно принять это, или можно притвориться, что этого не происходит. В прошлый раз я приводил сравнение, по-моему, оно хорошо работает. Представьте, что вы смотрите прогноз погоды по телевизору, и ведущий говорит, что сегодня днем будет проливной дождь, а у вас запланирован пикник по случаю дня рождения. Вы можете выключить телевизор. Если у вас есть общественное влияние, вы можете позвонить и пожаловаться на прогноз погоды. Если у вас есть связи наверху, вы можете сделать так, чтобы ведущего уволили. Но дождь-то все равно пойдет. Верно? И вот мы видим, как в правительствах разных стран сейчас смотрят на эту странную штуку, биткоин. И первый вопрос, который у них возникает, что нам с этим делать, как на это повлиять, как это остановить, как это зарегулировать, как установить контроль. Они смотрят на эту вещь и не понимают ее суть. Они задают вопросы типа, а кто за это отвечает? Кто контролирует? И ответ их не устраивает. Никто это не контролирует. Никто за это не отвечает. Или можно пойти трудным путем. Ну, окей. Это построено на общедоступной рыночной модели соревнования между ее участниками, которая включает в себя принятие рисков и получение вознаграждений на основе теоретика игрового анализа, что позволяет множеству участников участвовать в этом и не допускает читерства. Благодаря системе достижения консенсуса, основанной на математических законах и стиле криптографии. На что они отвечают? Да, да, да. Но кто отвечает-то за это? Кто контролирует? Ко мне после встреч иногда подходят люди и говорят, окей, давай по чесноку, я никому не скажу, только между нами. Кто за это отвечает? Им кажется, что я шучу. Они думают, что я жонглирую словами. И действительно, это звучит довольно необычно. Смотрите, это система доверия без власти, система доверия без центра, система доверия без иерархии, система доверия без контроля. Почему? Потому что у нас никогда не было ничего подобного. Потому что каждая система доверия, которая когда-либо была в нашем обществе, была основана на одной и той же модели. Иерархическая модель 19 века, порождение индустриальной эпохи, сочетание бюрократии и власти, основанная на внутренних процессах и правилах, уровнях надзора, и в конечном счете возложенной на кого-то власти. Власть, которая может избираться демократическим путем, власть, которая может и не избираться, она может переходить по наследству, она может быть диктатурой, но на нее всегда можно указать. Перед вами пирамида и иерархия. Нужно просто поднять глаза. Там наверху обычно кто-нибудь есть. Иногда этот человек всего лишь актер, и за ним стоит целая группа людей, дергающая за ниточки марионетки, но тем не менее власть возложена именно на этого человека. Мы переводим взгляд на биткоин и видим, что это плоская система. Есть несколько людей, которые как будто играют особую роль. И ты думаешь, хорошо, может быть эти люди контролируют. Это майнеры, программисты, кто-то, кто поддерживает работу сети. Но потом ты понимаешь, что эти люди ни на что не влияют. Но самое смешное, это то, что глядя на биткоин, люди воспринимают его самые сильные стороны как недостатки, что характерно для новых технологий. Они смотрят на биткоин и говорят, ну вы же даже не можете заставить майнеров и разработчиков договориться о том, как масштабировать систему. Почему одна из групп просто не скажет, мы сделаем это вот так-то и вот так-то? Потому что биткоин так не работает. У нас нет таких возможностей. Обязательно будет состязательная конкуренция. Это совокупность рыночных факторов, борющихся друг с другом. Причина, по которой мы находимся в паритете, заключается в том, что консенсус перевешивает личные амбиции, популярность и все прочее. И поэтому они смотрят на биткоин и говорят, вы там что-то все спорите и не можете принять решение. Ну да, так и задумано. Это не баг, а фича. Они смотрят на биткоин и говорят, но у вас нельзя отменить транзакцию. Платеж не обратим. Это серьезная проблема, это ошибка. Зачем это сделано? А если что-то пойдет не так, кому звонить, чтобы отменить транзакцию? Это не баг, а фича. Биткоин гарантирует выполнение сценария, который ты одобряешь. Если ты запускаешь сценарий, который говорит, так, Петя, вот один биткоин, надеюсь, ты отправишь мне телек, который я у тебя заказал, то этот сценарий будет необратимым и будет выполнен сетью. Не очень хороший сценарий, потому что Петя может и не отправить телевизор. И никто, кроме Пети, не может заставить этот биткоин вернуться к тебе после того, как ты его отправил. Да, так работает необратимое обещание. Однако, это не единственный сценарий, который я могу заставить сеть выполнить. Я могу сказать, так, Петя, вот биткоин. Следующие 30 дней он будет заблокирован на адресе с несколькими подписями. А через 30 дней, если не возникнет споров, он будет автоматически переведен тебе. Но после проверки третьей стороной, которую я для этого выбрал, одна доверенная сторона или другая, я могу выбрать стороннее лицо, если захочу, но мне просто не нужно. Я могу ввести обратимость, если захочу, но если я запущу этот сценарий, он будет необратимым. И я могу выбрать, кто будет моим доверителем, и могу выбрать, кто будет разрешать спор. Но я могу взять лежащую в основе необратимость, дописать к ней условия и сделать ее защитой прав потребителя через эти программируемые деньги. Это не баг, а фича. Биткоин — это необычный организм. Да-да, именно так. Он ломает все наши представления, которые, как нам кажется, у нас есть про деньги, и заставляет нас задуматься, а понимали ли мы на самом деле, что такое деньги. Помните, в школе у вас был предмет «Основы экономики и деньги»? Нет? Нет, и вы тоже. Знаете почему? Потому что такого предмета не было. Казалось бы, одна из древнейших в мире технологий, один из самых ярких артефактов нашей цивилизации. Валюта для торговли, которая является основой и доминирует во многих аспектах нашей жизни. Про это нужно рассказывать в школе. Ничего подобного. Кое-где лишь бывает краткий курс домоводства или истории экономики, или что-то в этом роде, который дает смутное представление о деньгах, которые вы на самом деле не понимаете. Большинство из нас не продержатся и 15 минут в разговоре с шестилетним ребенком о деньгах. Потому что шестилетний ребенок задает хорошие вопросы, а у вас нет на них ответов. «Мам, а как устроены деньги?» Ну, правильный ответ — это «Малыш». Я вообще, честно говоря, понятия не имею. Ну, я думаю, это как-то связано с передачей корзины резервных валют через Международный валютный фонд и Всемирный банк в свободное рыночное обращение, чтобы эти валюты могли конкурировать через внешнеторговый баланс по всему международному спектру обменных курсов с учетом инфляции, которые затем можно использовать для создания государственного долга, кредитования, осуществляемого казначейством, в обмен на валюту, которую печатает Центральный банк, а потом распределяет между другими банками, которые пропускают эти средства через систему частичного резервного кредитования с десятым или около того плечом и спускают их в экономику, добиваясь либо инфляционного, либо дефляционного эффекта, позволяя нам с вами испытать радость торговли путем обмена абстрактного токена, который представляет собой обещание будущей стоимости, обесцененной на уровень инфляции и скорректированной по доходу на инвестиции. А почему тогда у нас их так мало, мам? Почему просто не дать всем больше денег? Но до этого разговор обычно не доходит. Обычно он звучит так. Дай ужин, почисти зубы, иди спать. Вырастешь — поймешь. И это неправда. Потому что вы и сейчас не понимаете. Спросите кого-нибудь на улице, что делает деньги ценными? Почему деньги имеют ценность? Никто не сможет ответить. Нет, расскажут теорию, расскажут сказку, расскажут концепцию. Но в этой концепции примерно столько же правды, как в рассказе родителей своим детям о том, что они нашли их в капусте. она настолько же реальна, как Санта-Клаус. Кто определяет ценность денег? Но вообще-то это прямо на них и написано. Билет Банка России. Или если говорить о долларе, то он обеспечен полным доверием и авторитетом Федеральной резервной системы. На нем написано «Одна банкнота Федерального резерва». Это относится ко всем долгам, государственным и частным. Вот что дает им ценность. Обещание. Но большинство людей понятия не имеют, как это работает. Я гарантирую вам, что если спросить обычного человека на улице, он скажет, что деньги имеют ценность, потому что где-то есть некая пещера, хранилище, тайник, где правительство хранит золото в прямой пропорции к деньгам, которые ходят в стране. Но с 30-х годов этого нигде в мире больше нет. Это такая же выдумка, как и Санта-Клаус, в которую многие люди продолжают верить. Или они верят в то, что правительство каким-то образом обеспечивает ценность денег. Что порождает другие интересные вопросы. Например, почему тогда происходит инфляция? Почему был дефолт в Зимбабве? Что там, правительство недостаточно сильно старалось, чтобы обеспечить ценность денег? Неудобная правда, лежащая в основе нашего представления о древнейшей в мире технологии, деньгах, заключается в том, что мы ее не понимаем. Мы ее просто не понимаем. А правда в том, что это вы придаете деньгам ценность. Почему? Потому что вы и еще 145 миллионов человек в этой стране участвуете в массовой галлюцинации, твердо веря, что завтра эти деньги все еще будут иметь ценность. Что если вы пойдете в магазин и достанете из кармана одну из этих разноцветных бумажек, то в обмен на нее получите яйца, курицу, специи, воду, сахар, соль, жилье, лечение, в обмен на эту цветную бумажку. Чтобы верить в это, нужна действительно сильная галлюцинация. Потому что сама бумажка ведь ничего не стоит. она красивая, но не до такой же степени. Никто не продаст вам продукты и услуги из-за ее красоты. Верно? Потребовались сотни лет, чтобы сформировалась эта массовая галлюцинация. И она началась где-то в конце 15 века с введением бумажных денег, золотых сертификатов, долговых расписок, сертификатов обмена векселей на предъявителя и так далее. Кусков бумаги, которые можно было обменять на обещание чего-то другого. А затем посредством самого невероятного магического трюка, который когда-либо видело человечество. Они передвигают наперстки. Вы поднимаете один из них, а шарика там нет. Вы говорите, что? По идее, я должен был иметь возможность поменять это на унцию золота в фунт серебра или что-то еще. Уже нет. Теперь это просто бумажка. Ценность ей придает ваша вера в то, что если завтра вы пойдете в магазин, вы сможете на нее что-то купить. И если эта вера пошатнется, то все разлетится в дребезги и возникнут очень серьезные проблемы. Представьте такой невероятный сценарий, в котором обещания, полное доверие и авторитет однажды превращаются в объявление о том, что через четыре часа все эти цветные бумажки будут иметь нулевую стоимость. Не-не-не, такого, конечно, не может случиться. Но вот что интересно. Если ценность была основана на обещании, которое оказалось нарушенным, и люди, которые дали это обещание, только что сказали вам, что через четыре часа все это будет иметь нулевую стоимость, какова стоимость этой бумажки? Ноль. Верно? Но нет, не совсем так. Все было несколько иначе. В течение нескольких месяцев после того, как было сделано это объявление, да, бумажки стали стоить меньше, на 10% меньше, 15% меньше, на 20% меньше, но они все еще имели ценность. Несмотря на то, что люди, давшие обещания, сказали вам, что их ценность равна нулю, бы все равно могли обменять их, потеряв 20% от номинальной стоимости в одном из множества доступных мест, где больше нет коррупции и незаконных обменников, ну, вы знаете эту историю. Кому интересно, можете почитать про денежную реформу в Индии в 2016 году. В итоге старые деньги обесценились максимум на 20%. Я думаю, что их можно и сегодня найти в обращении, и скорее всего, они все еще не имеют нулевой стоимости. На самом деле в истории валют мы редко находим деньги, стоимость которых стремится к нулю. Я могу поехать в Италию, в Рим и достать серебряные монеты с изображением Юлия Цезаря, монеты, которых нет в обращении почти тысячу лет, и все же их стоимость не равна нулю. на самом деле их стоимость даже превышает их стоимость в серебре. Они все еще символизируют абстрактную стоимость, которую можно купить и продать. Причина, по которой ваши старые деньги здесь в Индии не стали равны нулю, заключалась в том, что их ценность не была обещанием. Причина в том, что их ценность была иллюзией. И эта иллюзия пошатнулась, но не разрушилась. Потому что сначала вы паникуете и думаете, черт, они больше ничего не стоят. А потом кто-то говорит вам, да, не волнуйся ты, я знаю одного чела, он знает другого чела, который даст тебе за них 80% от их стоимости, и все, вот уже и не нулевая ценность. Они просто упали в цене. Потому что вы наделяете их ценностью посредством их использования, потому что вы наделяете их ценностью, веря в это обещание. Но для того, чтобы это обещание сработало, они должны обладать некоторыми характеристиками. Их должно быть невозможно подделать. Если их можно подделать, то это ведет к явлению, которое в экономике называется законом Грешема. Когда худшие деньги вытесняют из обращения лучшие. Это когда, если у вас в руках оказываются хорошие деньги, то вы их не тратите, а засовываете под матрас. Звучит знакомо? Именно это и случилось здесь. Если у вас на руках и старая, и новая банкноты, вы не отдадите новую банкноту, пока не избавитесь от всех старых банкнот. Поэтому все новые банкноты немедленно исчезают из обращения. Скорость их обращения падает до нуля. Люди ходят и обмениваются старыми банкнотами, но поскольку они обмениваются старыми банкнотами, то они не находятся в обращении. И чем дольше они остаются в обращении, тем дольше люди держат и копят новые банкноты. Это закон Грэшема в действии. Я не думал, что застану это на своем веку. Спасибо, Индия, за наглядное подтверждение слов моего учителя по экономике, за то, что продемонстрировала закон Грэшема опытным путем на полутора миллиардах человек. Понимаю, это отстойный и болезненный опыт, но очень познавательно с точки зрения экономической науки. Деньги должно быть трудно подделать. Деньги еще должны быть портативными. Так ведь? Почему мы не платим золотом доставщику? Я уверен, что он с радостью бы принял золото. Я бы точно принял, да? Причина, по которой мы не платим золотом, заключается в том, что в качестве денег золото — это отстой. И главная причина, по которой это так, заключается в том, что оно, блин, тяжелое, но слишком тяжелое для содержащейся в ней ценности. Оно нереально много весит. И нельзя сделать его легче. Оно имеет фиксированную плотность. В качестве валюты золото отстой, потому что оно не портативно. Но даже в наше время некоторые валюты находятся в похожей ситуации. В Зимбабве деньги отстой, потому что они не портативны. Чтобы купить чашку кофе, вам потребуется тачка, полная наличных денег. Помню, как я смотрел интервью BBC, в котором зимбабвийского фермера спрашивает, «А вы не боитесь, что кто-то украдет ваши деньги?» А он отвечает, «Нет, я больше боюсь, что они украдут мою тачку». Потому что она стоит больше, чем деньги, которые в нее помещаются. Плохие деньги вытесняют хорошие деньги. Нужно, чтобы их нельзя было подделать. Они должны быть портативными, их должны принимать везде и всюду. И еще нужно иметь возможность лично проверить, что это настоящие деньги. Должна быть возможность независимой проверки, верно? Должна быть возможность использовать их в качестве расчетной единицы. Нужно, чтобы в них можно было считать. Одна из причин, по которой не работает бартер, почему бартер не является подходящей формой экономической деятельности в любом масштабе, кроме очень локального, заключается в проблеме ценообразования. Окей, я дам вам курицу, а вы мне козу. И я дам парикмахеру курицу, а он мне сделает стрижку. Я могу поменять курицу на литр воды, да? В теории бартер эффективен. Но проблема в том, что мне тогда приходится держать в голове курс стрижек к курице, коз к курице и воды к курице. А парикмахер должен следить за ценой стрижки в курицах, козах, рисе, сахаре, соли, воде, бухгалтерских услугах и так далее, и так далее. Проблема с бартером в том, что нам приходится следить за обменным курсом для каждой товарной единицы, которой мы обмениваемся. А ведь весь смысл денег в том, чтобы вам нужно было следить за курсом только одной вещи, которая сама по себе не имеет никакой ценности. Вещи, которые вы не можете съесть. Вещи, которые вы не можете подстричь себя. Потому что сама она не является ценностью, а лишь символизирует ее. Это токен, абстрактная форма ценности. Это должно быть трудно подделать, это должно быть портативным, это должно быть применимо в качестве счетной единицы. Но дальше сложнее. Эта вещь должна быть редкой. Нельзя в качестве валюты использовать ракушки, если вы живете на берегу. Однако люди используют ракушки в качестве валюты. Археологические раскопки в горах показывают, что там люди, древние люди, использовали ракушки в качестве валюты. На берегу никогда, только в горах, потому что там это редкость. И наоборот, они используют кристаллы, кварц и минералы на берегу, потому что их находят в горах. Пока там, где вы находитесь, эта редкость, она годится на роль денег. И это одна из самых больших проблем наших денежных систем сегодня. У меня для вас плохие новости. Рупия — это не редкость. Ее количество неконечно. Ее можно напечатать, сколько хочешь. Ее можно напечатать бесконечное количество, как доллар, как евро, как иену и как все прочие деньги. Их можно печатать до бесконечности. И хуже того, право решать, сколько напечатать денег, принадлежит людям, у которых есть прямой конфликт интересов. Потому что если вы должны денег, то вы хотите, чтобы деньги стоили меньше, чтобы вам пришлось меньше выплачивать. Но если вы копите деньги, то вы хотите, чтобы деньги стоили больше, чтобы вы смогли больше на них заработать. Если поручать правительству, которое является самым большим должником из всех, что есть, решение о том, сколько будут стоить деньги, они напечатают их бесконечное количество, чтобы им ничего не стоило их отдать. И в процессе этого богатство перейдет от тех, кто сберегает, к тем, кто должен денег. И для тех, кто копит сбережения, это будет ужасной новостью. Нужно найти, как объяснить людям это в спокойной манере. Поэтому прибегнем к небольшой хитрости. Мы скажем им, что уровень инфляции не превысит 2 или 2,2% в год. Звучит безобидно. 2%? Что такое 2%? Я даже не знаю, что такое 2%. Не очень интересовался этим в школе. Там что-то надо умножать на 100, делить, что-то такое. У меня с математикой плохо. 2%? На что это влияет? Если сказать людям, инфляция 2%, они скажут, ну, 2%, 10%, 5%. Я про это ничего не понимаю. Давайте перефразируем. Через 10 лет половина твоих денег превратится в ничто. Твою мать! Что? Так бы сразу и сказал. Я копил с таким трудом. Работаю на двух работах за копейки. Половины не будет? Как так? Почему? Кто у меня их заберет? Держи их. Это воры. Господи боже! Они забрали у меня половину накопленных за 10 лет денег. Инфляция забрала ваши деньги. Точнее, правительство, корпорация, банк, который сидит по уши в долгах, забрали ваши деньги с помощью инфляции. Потому что для них деньги, которые они должны, через 10 лет будут стоить тоже только половину от их стоимости. Классная схема. И здесь мы видим фундаментальное различие между биткоином и традиционными деньгами. Биткоин – это деньги. Биткоин – это сохранение ценности. Биткоин – это средство обмена. Биткоин может быть единицей счета. Он постепенно обретает все эти характеристики, становясь более стабильным, более надежным, более общепринятым. По мере того, как все больше и больше людей участвует в обмене ценностями через биткоин, они создают экономику. Эта экономика создает ценность. Эта ценность создает стабильность. Она создает ликвидность. Она снижает волатильность. Понижая свою волатильность, он будет становиться все более подходящим в качестве средства обмена для все более мелких покупок. Это делает его лучшим средством сбережения, средством обмена, ценность хранения увеличивается, скорость обращения наращивается, одна и та же единица проходит через множество людей и множество сделок, и в конечном счете ее стоимость стабилизируется до такого момента, когда она станет единицей счета. И тогда я смогу сказать, моя лекция стоит пол биткоина. В долларах я больше не беру, за это пришлось взять в рупиях, но пока это невозможно. Курс очень нестабильный, но однажды я смогу это сделать, однажды я буду оценивать свои биткоины в биткоинах. Меня часто спрашивают, а сколько стоит биткоин? Правильный ответ – 1 мегабайт. И наступит день, когда вопрос будет не «Сколько стоит биткоин?», а «Сколько стоит рупия?». И тогда я скажу, а, это микробит. И вот тогда вы поймете, наконец, что все изменилось. Это будет происходить сначала постепенно, а потом произойдет разом. Потому что мировая валюта – это нечто особенное. И вот еще в чем магия. 21 миллион – это предел. Математическая константа. Немногие валюты могут так. В мире есть только одна вещь, которая имеет фиксированное, уменьшающееся в геометрической прогрессии предложение. И это ни при каких условиях нельзя изменить. Потому что чем больше вы пытаетесь извлечь из него ценность, тем сложнее становится это сделать. И это золото. Но только золото нельзя отправить имейлом, а биткоин можно отправить имейлом. И вдруг вы осознаете, что эта вещь может иметь влияние гораздо большее, чем любой из находящихся здесь сейчас мог себе представить. Найдутся те, кто скажет, это фальшивые деньги. Они не настоящие. Но рынок определит их ценность. И это будет истинная ценность. Можете пустить в ход валютный контроль, пропаганду, ложь, ограничения, законы. Как в Венесуэле, правда? Там они все это делают. Они указывают на биткоин и говорят, это фальшивые деньги. Но любой из сидящих здесь, кто участвует в биткоине, указывает на Венесуэлу и говорит, о нет, это ваши деньги фальшивые. А это реальная тема. Потому что я могу купить на них еду на Амазоне, доставкой в Колумбию, а потом контрабандой через границы. Но зато я могу купить на них еду. Рынок способен решить проблему фальшивых денег. Мы находимся в самом начале пути. Это не инвестиционная модель. Это не схема быстрого обогащения. Это технология. Это технология, которая имеет радикальные, разрушительные последствия для всего мира. Она создает доступ, впервые в истории человечества, к свободной циркуляции денег для кого угодно, где угодно, в любое время, без каких-либо ограничений, контроля или центральной власти. Она открывает доступ к свободной циркуляции денег для всего человечества. Да, эту технологию будет трудно освоить. Она будет казаться странной, будут хакерские атаки, взломы, у нее будут сбои. Так же, как у интернета, который раньше то тут, то там выходил из строя. И некоторых компаний, которые сейчас гремят в этой сфере, через 10 лет уже не будет. То же самое было и с интернетом. В 2000 году 90% компаний в этой сфере рухнули в результате краха фондового рынка. Но интернет никуда не делся. Нашлись новые компании, возникли новые поколения. Это же произойдет и с цифровыми валютами. Мы можем поменять название, можем открыть новые компании для участия в этом. Безусловно, изменится и технология. И в конце концов, цифровая валюта будет, как уже стало, и еще больше станет неотъемлемой частью будущего человечества. И абсолютно ничто не сможет помешать этому произойти. Потому что это уже произошло. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...